2022 год, Пасха в Швеции прошла, мои дорогие, на мой взгляд, ну не очень спокойно, вы знаете, что в некоторых городах жгли священное писание Коран, и вот в Мальмо тоже было бы все получше, если бы его не жгли, но жгли его, к сожалению, совсем недалеко от моего дома, может быть, минутах в десяти. Я читала новости, не поняла, там дорогу закрывали, не закрывали, потому что вот по моей улице, по главной, как раз идет дорога в Рузенгорд, и в прошлом году там тоже было то же самое, и когда я потом ходила с мужем, гуляла, местами был выжжен асфальт, были разбиты рекламные щиты, все это с рекламных щитов, пластмасса и стекло валялось на газонах, Конечно, зрелище очень весьма неприятное. Потом, после вот этого хаоса, такого в Мальмо, подожгли несколько автомобилей, подожгли школу. Это все можно прочитать в новостях, я на этом не буду останавливаться подробно, это, как говорится, не моя епархия новости. Я рассказываю вам о своей жизни, я рассказываю о своих чувствах. Конечно же, это все более чем неприятно. Гулять в центр мы не ходили, потому что у нас вроде как автобус там пострадал несколько дней назад, вот тоже из-за этих событий, насколько я поняла. И в том году я, когда выходила на балкон, когда были эти события, то были страшные крики, вопли со стороны Розенгорда. И в том году я не выходила на балкон, потому что подобное еще раз слушать. Но знаете, сил моих нету, тем более на фоне происходящих событий. Ну вот, мои дорогие, собственно, все, что хотела вам сказать про свои чувства, что все это, конечно, очень, ну, тревожно это как-то. Вот одно, другое, пятое, десятое. Вот через неделю у нас наша Пасха православная. Всех поздравляю с наступающим праздником, мои дорогие. Надеюсь, что следующие новости, следующее видео у меня будет радостное такое, очень позитивное. Очень мне это бы хотелось. Спасибо. Спасибо.